Продолжение следует... Хо-хо-хо! Привет, друзья! Итак, сегодня второе видео, которое выходит у нас под таким вот интересным названием «Подбираем декорации на елку». Ну что, друзья, мы еще на один ближе день становимся к новому 2020 году, году крысы. Итак, давайте поговорим сегодня про елки. Про то, вообще ставите ли вы елки у себя дома и является ли для вас это таким важным атрибутом. Вы знаете, что я проживаю в общине, где живет много израильтян, много евреев. У нас это не всегда принято, но все, кто выходцы, конечно, из бывшего Советского Союза, Новый год без елки, ну просто как туалет без унитаза, понимаете? Невозможен, невозможен! Сегодня это моя вторая елка, с которой я хочу вас познакомить. Она маленькая, стоит в нашей обеденной зоне. И, как вы видите, на ней такие минимальные декорации, очень маленькие и смешные. Знаете, сегодня вообще такие, в последние дни есть тренды, да? И люди часто наряжают елки по трендам. То есть, какой тренд на сегодня модный? Модный тот тренд, что елки наряжают, например, как-то типично. То есть, например, серебряный снежок и серебряных, несколько больших игрушек. Или золотой снежок, несколько золотых, больших игрушек. Либо зеленый снежок и все вот зеленые игрушки большие. То есть, все как такое, вот в стиле, все в стиле. А где наши простые советские елочки? Все равно мы все родом из деток. Ну, я помню, каждый год, как я отрезкала какую-то игрушку. И мама, конечно, по этому поводу немножко напрягалась. Но что делать? Это дети. И для детей это большая радость. Поэтому для детей, конечно, радостно, когда стоит елка. На ней горят огоньки. Это самое важное. Но еще прикольнее, когда там разнообразные игрушки. И это могут быть какие-то игрушки, которые из Макдональдса валяются. Какие-то брелки, какие-то маленькие просто игрушки. Какие-то детские поделки. Ну и, естественно, можно подобрать сегодня великолепный спектр в магазинах абсолютно разных новогодних игрушек. Здесь они называются Tree Ornaments. Christmas Tree Ornaments. Хочется купить всегда все. Но ты понимаешь, что, во-первых, не хочется сильно быть, чтобы было на елке аляписка. Во-вторых, уже у нас есть очень много игрушек. Но каждый год мне хочется на свою елку купить что-то новое. То есть, чтобы на елочке висела какая-то новая игрушечка. Хочется, чтобы мой канал был полезным. Поэтому такой лайфхак. Покупать можно и елочку, если вы хотите пластиковую елку, и игрушки. После Крисмаса, после Рождества, после 25-го числа вы приходите 26-го утром и вы раскупаете все от 50 и ниже процентов скидка. То есть, это за выгодную цену можно купить шикарные вещи. Как я, например, 5 лет назад купила нашу елку, которая 5 лет уже с нами. Игрушки, конечно, тоже можно взять, но очень хорошие игрушки прячут до следующего года. А игрушки не очень остаются. Я могу вам сказать, что есть очень много прекрасных игрушек, которых я купила уже в конце сезона. Вместо 3 долларов за 70-80 центов. Поэтому, если у вас нету много идей, что и как сделать, всегда можно пойти в магазины и полюбоваться, как это делают они. Мы ходили в Икею. Немножечко покажу вам, как мы туда сходили и какие оттуда мы принесли идеи. Вот, скажем так. Потому что идей в магазинах много. В магазинах, именно вот таких, как Икея, мебельных, работают дизайнеры. Это не просто работники, которые разложили товар красиво и все. Там работают дизайнеры, люди, которые в этом понимают. Люди, у которых очень много креативных идей и правильных. И они знают, как должно быть и как нужно, чтобы было. Поэтому я всегда люблю пойти, посмотреть, постоять, поощущать и, возможно, что-то взять для себя. Ну, конечно, в основном все это. Весь мой дом – это я. И мои елки – это тоже я. Ну и, конечно, мои дети. Потому что я считаю, что все-таки это больше праздник детей. Напишите мне, пожалуйста, есть ли у вас маленькие детки и ставите ли вы елку именно для них. Либо, возможно, ваши дети уже выросли, но вы все равно продолжаете ставить елку. Потому что это просто такая большая, огромная часть Нового года, без которой Новый год просто невозможен. Он просто не придет. Поэтому, мои дорогие друзья, я беру вас сегодня в Икею. И вы немножечко посмотрите какие-то идеи. Посмотрите, что там продается у нас здесь в Канаде. Потому что иногда в странах немножечко могут быть разные товары ихние. Возможно, вам будет это интересно. Итак, я поздравляю вас еще раз с наступающим Новым годом. Я вас приглашаю подписаться на мою одноименную страничку в Фейсбуке по будням сына, где вы сможете увидеть расписание рождественских видео на неделю. Всегда на грядущую. Хочу вам сказать, что план на месяц у меня уже расписан, какие у нас будут темы. Также приглашаю вас зайти в плейлист «Рождественский декабрь», где вы сможете посмотреть предыдущие видео предыдущих лет, которые были сделаны на моем канале в этой рубрике, и послушать музыку, великолепно волшебную музыку, которую я слушаю во время Рождества, уже в подборках на 3-4 часа. Возможно, вам это тоже создаст какое-то такое более праздничное, радостное настроение. Я вас поздравляю еще раз с наступающим Новым годом. Спасибо, что вы со мной. И приглашаю вас со мной в Икею. Пока. Пока что. А, это таблет, который, наверное, показывают. А, это их не сайт просто, да? И можно взять всякие запчасти, если кому-то нужно. Вот в такие пакетики берешь и берешь все, что тебе нужно, какие-то запчасти для твоей мебели. А, это их не сайт просто, да? Прекрасная идея для подарочка. Печеньки. Вот так вот украшены в ихних баночках. Классно. Супер. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот еще тоже великолепная идея. На подносе свечечка. Классно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok